Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю книгу Бена Карсона «Золотые руки». Глава 16. Маленькая Бет. Бет Ушер упала с качелей в 1985 году и получила такой лёгкий ушиб, что никто даже не забеспокоился. Через какое-то время этот лёгкий ушиб стал причиной первого припадка. По крайней мере, так казалось врачам. Что ещё могло стать причиной судорог? Бет, родившаяся в 1979 году, была совершенно здоровым ребёнком. Судороги пугают всех, особенно родителей, которые никогда их раньше не видели. Родители обратились к врачам, а те ответили, что беспокоиться нечего. Бет хорошо выглядела, вела себя как здоровый ребёнок. После травмы так бывает. Бет, объяснили врачи, судороги прекратятся. Но судороги не прекратились. Через месяц случился второй приступ. Родители заволновались. Врачи начали противосудорожное лечение. И отцу с матерью стало спокойнее. Теперь всё будет в порядке. Но через несколько дней судороги возобновились. Лекарства не помогли. Несмотря на лечение, приступы стали повторяться чаще. Отец Бет Брайан Ушер был помощником тренера футбольной команды Коннектикукутского университета. Её мать, Кэти Уша, работала в гимнастическом зале университетского клуба. Брайан и Кэти изучали медицинские справочники. Расспрашивали множество людей в университете и в других местах, стремясь узнать, как остановить припадки дочери. Но, несмотря на все их усилия, припадки повторялись всё чаще. К чести Кэти Ушер, она оказалась неутомимым исследователем. Однажды в библиотеке Кэти прочла статью о гемисферктомиях, которую мы делали в больнице Джона Хопкинса. В тот же день она позвонила доктору Джону Фримену. «Мне хотелось бы побольше узнать о гемисферктомии», начала Кэти и за несколько минут изложила грустную историю Бет. Джон пригласил родителей приехать, и в июле 1986 года они принесли Бет в Балтимор. Я встретился с ними немедленно и долго расспрашивал Бет, а зачем Джон и я провели обследование и изучили историю болезней. В то время самочувствие Бет значительно улучшилось. Припадки стали реже, число их сократилось до 10 в неделю. Бет оказалась прелестной маленькой девочкой, веселой и живой. Беседуя с родителями, я, как всегда, предупредил их о всех возможных осложнениях, ибо я считаю, что принять более мудрые решения может лишь тот, кто знает все факты. Выслушав меня, Кэти Ушер спросила, «А что если все оставить как есть? Сейчас Бет, похоже, выздоравливает». Джон Фримен и я понимали колебания родителей и не хотели торопить с решением. Ужасно решиться подвергнуть своей веселой, довольной жизнью дитя такой страшной операции. На карту ставилась ее жизнь. То, что девочка хорошо себя чувствовала, необычайно усложняло ситуацию. Когда ребенок при смерти, родителям легче принять соответствие на решение. В конце концов, они обычно говорят, «Она может умереть, если мы не будем ничего делать. Мы ее наверняка потеряем, а при операции у нее появляются шансы». В ситуации с Бет родители, однако, решили, что она чувствует себя хорошо, и лучше ее не оперировать. Мы не стали торопить их или настаивать на операции. Ушеры вернулись, конники тикут в надежде, тревоге и нерешительности. Проходили недели. Припадки постепенно становились все чаще, пока они не стали почти непрерывными. Так что девочка уже не владела своим телом. В октябре 1986 года Ушеры вернулись в нашу больницу для дальнейшего обследования. Я увидел, что состояние Бет серьезно ухудшилось за прошедшие три месяца. Речь стала невнятной. Мы хотели выяснить, возьмет ли на себя здоровое полушарие функцию контроля за речью после удаления пораженного левого. Мы пытались решить этот вопрос, сделав больному полушарию усыпляющую инъекцию. К несчастью, в состояние сна впал весь мозг. И мы так и не узнали, сохранит ли Бет после операции способность разговаривать. Джон Фримен и я еще с июльского переезда Ушеров были убеждены, что гемисверктомия – единственная возможность спасти Бет. Когда ее состояние ухудшилось, родители тоже приблизились к такому решению. В тот момент Джон Фримен и я решили не только не торопить их, но даже не сказали – чем скорее, тем лучше. Я хорошо понимал их сомнения. Бедные родители не знали, что делать. Пока что Бет, по крайней мере, была жива, хотя ей, безусловно, становилось все хуже. Если операция окажется неудачной, она может впасть в коматозное состояние или остаться полностью или частично парализованной и даже умереть. «Поезжайте домой и подумайте», – предложил я. «Вы должны быть уверены в правильности принятого решения». «Скоро день благодарения», – подсказал Джон. «Побудьте это время вместе. Пусть она проведет дома Рождество». Но добавил он мягко. «Пожалуйста, не затягивайте дольше». Бет собиралась выступать на рождественском представлении в школе. И эта роль очень много для нее значила. И вдруг в конце успешного выступления, в тот момент, когда она еще находилась на сцене, у нее начался припадок. Бет была раздавлена. Родители тоже. В тот же день семья решилась на гемосферктомию. В больницу Бет привезли в январе 1987 года. Родители еще сомневались, но уже почти решились на операцию. Мы снова поговорили обо всех возможных последствиях. Я объяснил Ушером, чем они рискуют. Бет могла умереть или остаться парализованной. Я понял, глядя на их лица, что страх перед операцией борется в них со страхом потерять дочь. Сердце мое переполняло сочувствие к ним. «Мы должны согласиться», – наконец произнес Брайан Ушер, – «поскольку знаем, что это единственный шанс». Итак, дата решающего события была назначена. Как полагалось, Бет вкатили в операционную и приготовили к операции. Родители ждали, надеясь и молясь. Весь процесс протекал без осложнений. Но после операции Бет осталась в литургическом состоянии и не просыпалась. Такая реакция меня изумила. И в тот же вечер мы сделали девочке компьютерную томографию. Она показала, что опухла здоровая, неповрежденная стволовая часть мозга. Я пытался подбодрить родителей. Может быть, Бет станет получше через несколько дней, когда отек начнет уменьшаться. Но сколько я не пытался утешить Ушеров, глядя на их лица, понимал, что они не совсем верят мне. Я их за это не осуждаю. Видимо, они восприняли мои слова как попытку утешить в неизбежном. Если бы Ушеры знали меня лучше, они бы поняли, что мне претит подобный подход. Я искренне надеялся, что Бет выздоровеет. Кэти и Брайан вдруг начали упрекать себя за то, что решили сделать девочке такую опасную операцию. Они задавались отчаянным вопросом. А что если бы? Они обратились к тому дню, когда с Бет произошел несчастный случай, и говорили. Если бы в тот день я поступил правильно. Если бы мы не разрешили ей качаться на качелях. Если бы мы не согласились на операцию, может быть, ей стало бы хуже. Может быть, она и умерла бы. Но это случилось бы через год или два. А теперь нам ее не вернуть. Часами родители стояли у кровати Бет в отделении интенсивной терапии. Глядя на ее лицо, наблюдая, как поднимается и опускается маленькая грудная клетка. Жужжание дыхательного аппарата эхом отзывалось в ушах. Бет! Бет, дорогая! В конце концов, взглянув на лицо дочери с грустью и любовью, они уходили. Я чувствовал себя ужасно. Кэти и Брайан не говорили мне ничего такого, что могло бы обидеть меня. Не жаловались, не обвиняли. За годы работы большинство врачей научаются ощущать те эмоции пациентов и особенно их родственников, которые не проявляются наружно. Мы понимаем, через какие переживания проходят истерзанные родные. Я страшно переживал из-за Бет, но ничего сверхъестественного не мог для нее сделать. Все, что я мог, это поддерживать в ней жизнь и ждать, пока выздоровеет ее мозг. Мы с женой надеялись и пытались убедить в этом родителей. Она очнется. С Бет происходит то же, что с детьми, получившим тяжелые мозговые травмы. У них также оттекает стволовая часть мозга. Иногда они остаются без сознания много дней, недель и даже месяцев. Но потом приходят в себя. Ушеры хотели бы мне верить. Я видел, как они цепляются за каждое слово утешения. Мое доктора Фримена и сестер. Но все-таки они верили нам не до конца. И возможно потому, что хотя мы с женой надеялись на хороший исход, мы тоже не были убеждены, что Бет очнется, а не просто угаснет в конце концов. Раньше у нас не случалось подобных ситуаций. Мы даже не понимали как следует, что происходит с Бет, зная только, что у нее травмирован ствол мозга. Состояние не было таким ужасным, чтобы она не могла из него выйти. Однако дни шли, а ничего не менялось. Бет уже две недели оставалась в командозном состоянии. Ежедневно я осматривал Бет, проверяя все результаты обследований. И с каждым днем становилось все труднее входить в комнату и видеться с родителями. Они глядели на меня с отчаянием, уже не осмеливаясь задавать вопросы. Время от времени я должен был говорить. Изменений пока нет. Несмотря ни на что, я говорил «пока». Все в отделении старались поддерживать Ушеров и постоянно ободряли их. Когда начинал сомневаться я, врачи-медсестры подбадривали меня. Другие врачи, даже нянечки, подходили ко мне и говорили «все будет в порядке, Бен». Такая помощь всегда водушевляет. Коллеги знали меня и по моему молчанию угадывали, что меня беспокоит. Несмотря на оптимистические слова, для всех, кто занимался БЭТ, это было тяжкое время. В конце концов, БЭТ стала немного получше. Ей уже не требовался дыхательный аппарат, но она пребывала в коматозном состоянии. Из палаты интенсивной терапии мы перевели ее в обычное отделение. Ушеры проводили с дочерью так много времени, сколько могли, постоянно разговаривая с ней, включая видеомагнитофон. БЭТ особенно любила телепрограмму соседей мистера Роджерса, поэтому они ставили видеозапись этой программы. Когда сам мистер Роджерс услышал о БЭТ, он навестил ее. Роджерс взял ее за руку и попытался с ней поговорить, но лицо девочки ничего не выражало, и она не очнулась. Однажды ночью Брайан лежал на кушетке в палате и не мог заснуть. Было два часа ночи. «Папа, у меня нос тешится!» «Что?» – закричал он, скачив. «У меня нос тешится!» «БЭТ заговорила! БЭТ заговорила!» Брайан лучше выбежал в коридор, взволнованный настолько, что даже не сообразил, что он не одет. «Я правда уверен, что на это никто не обратил внимания!» «У нее нос тешится!» – закричал Брайан сестре. «Весь медицинский персонал устремился в палату. БЭТ спокойно лежала и улыбалась. Но стешится! Ужасно!» С этих слов началось ее выздоровление. Теперь БЭТ с каждым днем становится все лучше и лучше. Звездочки, под звездочки, что написано. В 1988 году родители сообщили мне, что БЭТ быстро поправляется. Она первая по математике в своем классе. У БЭТ легкая хромота на левую ногу. Так же, как и при других гемисферктомеях, у нее ограниченное боковое зрение с одной стороны. Потому что зрительная кора билотеральна, а одна сторона контролирует зрение на другой стороне. По этой причине зрение частично нарушено. Хромота также остается в каждом случае. Все гемисферктомии не похожи одна на другую. Я вспоминаю пример 13-летнюю Деннису Бака из Нью-Мехико. Денниса попала к нам в эпилептическом состоянии. То есть судороги у нее вообще не прекращались. Из-за постоянного судорога в течение двух месяцев Денниса была на дыхательном аппарате. Она не могла контролировать дыхание. Ей пришлось сделать трахеотомию. Наполовину парализованная девочка уже несколько месяцев не говорила. Совсем недавно Денниса была совершенно нормальным ребенком. Теперь родители возили ее по всем медицинским центрам Нью-Мехико и другим штатам. Все специалисты полагали, что первичный очаг патологической судорожной активности находится в речевой зоне, зоне Брока, и в моторной коре, в двух самых важных отделах левого доминантного полушария. Ничего нельзя исправить. Такий в конце концов был вывод лечащего врача. Если бы один из друзей семьи не прочел статью о Миранде Франциско, этот пригород стал бы окончательным. Вдруг тут же позвонил родителям Деннисы. Ее мама, в свою очередь, связалась с нашей больницей. «Привозите Деннису на осмотр», – ответили мы. Переезд из Нью-Мехико в Балтимор был нелегким делом из-за того, что Денниса дышала при помощи аппарата, требовавшего специальной транспортной системы. Но родители смогли ее перевести. После обследования Деннисы специалисты нашей больницы разошлись во мнениях. Некоторые невропатологи были совершенно уверены, что мы сошли с ума, пытаясь сделать гемосферптомию. Причины так думать у них были. Во-первых, возраст Деннисы. Во-вторых, очаг судорог располагался в таких областях, которые делали операцию рискованной, если не невозможной. В-третьих, из-за припадков девочка находилась в ужасном состоянии. Ее затруднение с дыханием осложнялось еще и леготочными проблемами. Один из оппонентов предсказывал. Она умрет на столе из-за своего состояния, а не от гемосферптомии. Коллега не пытался чинить нам препятствия, но был глубоко и искренне убежден в том, что говорил. Доктор Фриман, доктор Виннинг и я не согласились. Именно мы непосредственно занимались больницей Джона Хопкинса гемосферптомиями. И наш большой опыт позволял нам предполагать, что мы лучше других знаем эту операцию. Мы могли оценить шансы на успех лучше кого бы то ни было в больнице. Без операции девочка наверняка скоро умрет. Следовательно, несмотря на ее состояние, она подходящий кандидат на гемосферптомию. Мы считали, что сами должны определять, кто подходит, а кто нет. Мы провели с нашим оппонентом несколько клинических конференций, приводя аргументы, основанные на предыдущем опыте. Мы провели конференцию, на которую пригласили врачей из других больниц. Мы предоставили все имеющиеся доказательства и пригласили весь персонал больницы, которому, как мы думали, было интересно состояние Денизы. Из-за этих споров пришлось отсрочить операцию. Обычно мы сами выносим заключение о необходимости операции. Но в данном случае мы столкнулись с таким убежденным противоборством, что должны были тщательно все обдумать. Наши противники заслуживали того, чтобы их выслушали, хотя последнее слово оставалось за нами. Оппонент-невропатолог зашел так далеко, что он написал письмо заведующему кафедрой нейрохирургии с копией заведующему кафедрой общей хирургии, президенту больничного совета и некоторым другим лицам. Он утверждал, что, по его мнению, нельзя выполнять в нашей больнице такую операцию. Он подробно объяснил свои соображения. Неожиданно для меня случай с Денизой вызвал всплеск дурных чувств. Когда предмет спора важен, трудно удержать эмоции. Я верил в искренность опасений нашего оппонента и не воспринимал его аргументы как личные нападки. Он действительно считал, что больница может быть вовлечена в необычную и рискованную авантюру. Мне еще удавалось оставаться вне этих споров, но некоторые члены нашей команды и поддерживающие нас друзья были вовлечены в них. Несмотря на все аргументы, выдвинутые нашим противникам, мы втроем продолжали утверждать, что операция единственный шанс Денизы. Нам не запрещали делать операцию. И высшестоящие инстанции не предприняли против нас никаких действий, дав нам свободу самим принять решение. Однако мы сомневались, не желая, чтобы наше независимое решение внесло разлад сплоченный некогда коллектив больницы. Несколько дней подряд я просил Бога помочь нам решить сложную проблему. Я размышлял об этом по дороге на работу и обратно. Я молился во время обходов и вечером, преклоняя колени у кровати, но я все еще не знал, что делать. Затем решение пришло само. Наш оппонент уехал на пять дней за границу на конференцию. Как только он уехал, мы решили делать операцию. Это казалось превосходным выходом, так как мы могли избежать громких криков протеста. Как и прочим родителям, я все перед операцией объяснил вместе с Баком. Если я ничего не сделаю, она умрет. Если буду оперировать, она может умереть, но может появиться шанс на выздоровление. Операция, в конце концов, даст ей хоть какой-то шанс, сказала мать. Родители согласились. Они были заодно с нами. Хорошо понимаем, в чем дело. Приступы у Денниза повторились так часто, а их последствия были столь тяжелы, что все напоминало гонку на перегонки со временем. После операции Денниза несколько дней оставалась в коматозном состоянии, а затем очнулась. Приступы прекратились. К тому времени, когда она выписалась домой, к ней вполне вернулась речь. Несколько недель спустя Денниза продолжила посещать занятия в школе, и с тех пор ее состояние только улучшалось. У меня не осталось враждебного чувства к коллеге, который был против. Он искренне полагал, что не надо делать операцию. Он имел право возражать, поскольку был уверен, что защищает интересы пациента, а также интересы нашей больницы. Ситуация с Деннизой научила меня двум вещам. Во-первых, я почувствовал доброту Бога, не позволившим мне оказаться в ситуации, из которой он не смог бы меня вывести. Во-вторых, случившееся утвердило меня в мысли, что когда люди знают свои способности и знают, с чем имеют дело, неважно, кто против них. Тут не играет роль репутация оппонентов и их популярность, сила и убежденность в своей правоте. Честно говоря, я никогда не сомневался, надо ли оперировать Деннизу. Через несколько месяцев я приступил к другим, вызвавшим еще больше возражений операциям. Оглядываясь назад, я думаю, что Бог использовал спор по поводу Денниза для того, чтобы подготовить меня к следующим шагам. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.